Дина Данич. Бандитская сага. Книга вторая. Наследник для бандита. Пролог. Страх сводил с ума, лишал возможности осознать происходящее. Я сидела, закрыв уши руками, стараясь не думать о том, что творилось на моих глазах. Крики, выстрелы, кровь. Я повторяла по кругу простые слова. Это не со мной. Не со мной. Не со мной. Это не по-настоящему. Это все сон. Единственное, что я могла разглядеть в творящемся хаосе, спин мужчины, который закрывал меня собою, разбираясь с теми, кто мог причинить вред. И только он вселял хоть какую-то надежду выбраться из жуткого кошмара. Когда все стихло, я даже не поняла этого, слишком сильно боялась. Волков обернулся ко мне, заставив вздрогнуть. Его темный, бешеный взгляд, руки, которые по локоть, были в крови, и дикий оскал. Олег, беспомощно выдохнул я, не в силах справиться с паникой, что накрывала меня. Ты их! Никто не посмеет тебя тронуть. Я зубами перегрызу горло любому, кто попытается вас обидеть, мрачно пообещал тот. И я не сомневалась, так и будет. Дикий, необузданный зверь, защитивший то, что считал своим по праву, даже если я была с этим не согласна. Краем глаза заметила движение неподалеку. Орес, как и всегда, рядом. Но не успела ничего сказать. Тупая боль в животе лишила дара речи. И страх, едва отступивший, вернулся опять. Олег, ребенок. Все, что я успела произнести, прежде чем в глазах стало темнеть. Глава первая. Маша. За две недели до. Пару дней я потратила на то, чтобы перевести вещи на первое время. А еще найти варианты работы. И сегодня после того, как сдала назначенные анализы, не удержалась и все же зашла в детский магазин. Покупать вещи заранее – плохая примета, и я не собиралась. Тем более, что деньги стоило экономить. Но не смогла устоять, заметив рекламную вывеску. Минут пятнадцать бродила в отделе для новорожденных, разглядывая ажурные пинетки и милые боди, когда меня окликнули. «Извините, а вы не подскажете?» Я обернулась и удивленно посмотрела на мужчину. «Какого лучше взять для новорожденного?» «А, вы не консультант», – разочарованно добавил он, «не надену мне бейджа». «Нет», – покачала головой, разглядывая того самого парня, на которого наткнулась недавно возле больницы. Он снова был в капюшоне, надвинутом так, что лица почти не было видно. «А вы?» «Племяннику вот выбираю. Скоро должен родиться, но я ни черта не смыслю в этих размерах». Недовольно фыркнул он. «А уже точно знаете, что мальчик будет?» «Ну, наверное», – неуверенно ответил тот. «Я не смогла сдержать улыбку. Мужчины. Тогда стоит взять что-то нейтральное и, возможно, размер побольше, чтобы точно не прогадать. Некоторые дети рождаются довольно крупными. Я, конечно, не была специалистом по новорожденным младенцам. Всю эту информацию я почерпнула на мамских форумах, которые активно студировала вчера, чтобы понять, какой доход необходим и как обеспечить ребенка всем нужным». «Это ведь вы вчера налетели на меня?» – неожиданно произнес парень. «Ага, извините еще раз». «Мелочи. Спасибо», – сказал он и ушел в сторону касс. Я еще какое-то время рассматривала ассортимент, но в итоге, решив пока все же ничего не покупать, пошла к выходу, у которого снова столкнулась с этим же парнем. «И снова вы», – сказал он, кажется, улыбаясь. Из-за надвинутого капюшона было сложно сказать точно. «Это судьба», – попыталась пошутить я. «Могу я тебя как-то отблагодарить за помощь?» – спросил он, пропуская меня вперед. «За какую помощь?» – в ответ незнакомец поднял пакет с покупкой. «Ах, это! Да мне несложно, что вы!» «Давай на «ты», – предложил он. Меня Матвей зовут. Маша. «Так что, Маша, можно угостить тебя мороженым в знак благодарности?» Он говорил настолько непринужденно и естественно, что я расслабилась. Впервые после того, как уехала из дома Волкова, поймала себя на мысли, что, кажется, жизнь возвращается в норму. Ведь раньше познакомиться вот так случайно с кем-нибудь не казалось чем-то опасным. Да и парень вроде был обычным. Однако мое молчание он расценил по-своему. «Ладно, я понял. Спасибо за помощь. И уже развернулся, чтобы уйти. «Матвей, подожди!» – окликнула я его. «Мне просто непривычно и как-то неудобно!» – промемлила я. «Неудобно ходить с уродом?» – как-то зло ухмыльнулся тот. «Что?» – изумленно спросила я. Он молча скинул капюшон, цепко следя за моей реакцией. И теперь я поняла, почему. Правая сторона лица у него была подпорчена следами от ожогов, по-видимому. Матвей не выглядел безобразно от этого нет, но, конечно, при дневном свете это было довольно заметно. Он также молча накинул капюшон обратно и продолжал смотреть на меня с неприязнью. Только тут я поняла, что тень от капюшона вообще-то не скрывала до конца изъяна на лице, просто я их не заметила изначально. Неудобно, что я ей и не помогла. В общем-то, так сказала, что знала. Сбивчиво попыталась объяснить. «Ты мне ничего не должен». «Ладно, я понял», – неохотно ответил парень, явно собираясь все же уйти. А мне стало стыдно, что я, пусть и не желая того, но обидела человека. «Извини, если дала повод думать. Честно говоря, я просто даже не заметила раньше, что у тебя... Ну, в общем, ты понял». «Что я, урод?» – ухмыльнулся он. «Прекрати, – поморщилась я. – Разве в человеке главное – это внешность?» «Ты удивишься, как много она значит в этом мире», – мрачно ответил Матвей. Стало неуютно от этих слов, потому что он был прав. Жестоких людей, тех, кто готов был высмеять, и правда хватало. «Сочувствую», – попыталась сгладить ситуацию я. «И я не против мороженого. Уверена? Может, кофе?» «Ой, нет, кофе не могу». «Почему?» – удивился Матвей. «Мне кажется, беременным это не очень-то на пользу», – не смело произнесла я. «Почему я не промолчала?» – потому что не хотела давать ложных надежд этому мужчине, особенно теперь, когда выяснилось, что его жизнь и так не была безоблачной. «Поздравляю», – как-то отстраненно ответил он, – «а я поняла, что сделала правильно. Мне не нужны были какие-то романтические отношения, по крайней мере, сейчас. Но я так давно не получала простого человеческого отношения, что малодушно хотела продлить это странное знакомство. Пусть дружеское, о большем я и не думала, поэтому решила сразу расставить все точки. «Спасибо», – ответила я, – понимаю, что, в общем-то, дальше пора расходиться. «Тогда можно же выпить чаю», – неожиданно предложил Матвей. «Или его ты тоже не пьешь?» «Опитаешься энергией солнца». Он хитро улыбнулся, теперь уже не пряча от меня покалеченную сторону лица. Но у него была такая красивая улыбка, что я и не замечала изъяна. И уверена, многие тоже. «Нет, чай вполне сойдет». «Здесь недалеко есть хорошее кафе». «Показывай дорогу», – улыбнулась ему в ответ. «Как только вы одевает их?» «Показывай улыбнулся因 allá». Продолжение следует...